10 миллиардов рублей, а это почти половина всех бюджетных средств в прошлом году, были потрачены на сферу образования. Это позволило выполнить указ президента и повысить зарплату преподавателям. Существенно выросла оплата труда у педагогов дошкольного образования, в среднем до 23 тысяч рублей. За 2014 год в бюджет города с учетом средств вышестоящих бюджетов поступило всего доходов 23,503,8 миллиона рублей, или почти 99% к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2013 годом увеличение поступлений доходов составило 1,628,000,000 рублей, или увеличить доходы по сравнению с прошлым годом на 7,4%. Самыми финансово емкими традиционно стали сферы образования, ЖКХ, благоустройство и социалка. Благодаря дополнительным вливаниям из федерального и областного бюджетов в 2014 году жильем были обеспечены более 200 социально незащищенных жителей Самары. Выплаты на улучшение условий проживания получили почти 350 самарских ветеранов. В сфере благоустройства акцент был сделан на ремонт дорог. На них потратили почти 3 миллиарда рублей. По мнению общественников, исполнение бюджета 2014 года было сбалансировано. Все как жители Самары, что мы хотим, чтобы город был всегда чистый, чтобы он был ухоженный, чтобы были все социальные программы обеспечены, чтобы были культурные мероприятия всегда на достойном уровне проведены. В грантах мы участвовали. Мы получили грант по прошлому году от департамента спорта на проведение велобиатлона на двухдневное. В этом году мы уже получили на пропаганду безопасно-дорожное движение от департамента административной реформы. То есть, в принципе, возможности есть реализовывать такие социально направленные мероприятия. В целом, бюджет прошлого года был дефицитным. Однако за счет вливания из вышестоящих бюджетов значение дефицита и муниципального долга оказались ниже запланированных. Что касается бюджета 2015 года, несмотря на непростую экономическую ситуацию, он сохранил социальную направленность. Анастасия Зубарева, Константин Головин. События.